Всем здравствуйте, всем огромный привет с возвращением на мой канал. Послание для вас от ваших умерших родственников или предков сейчас посмотрим. И прежде чем я начну, мои дорогие женщины, пожалуйста, не обижайте меня. Не обижайте меня, потому что я желаю всем женщинам добра. Мне хотелось бы, чтобы женщины были счастливы. А в том, как вы живете, это не моя вина. Я всего лишь озвучиваю то, что я говорю на своем канале. Я всего лишь вслух это озвучиваю. Это не моя вина, как вы живете. А вы свое зло на меня сгоняете. А вы свое недовольство, неудовлетворенность своей жизнью сгоняете на меня. Нехорошо, нехорошо. Как это говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Или как это говорится, не надо этого делать. Мне так больно. А мой призыв, я же наоборот хочу, чтобы вы счастливо жили. Чтобы у вас какой-то переворот в сознании произошел. Я желаю вам добра, чтобы вы жили счастливо. Чтобы вы счастливые были. Жили с нужными мужчинами, которые будут вас любить и ценить, и уважать. А не в том блядстве, в котором вы живете. Понимаете? Вы на меня все зло сгоняете. Ну, нехорошо. Я бывает хоть до слез. Просто до слез обидно. То, что вы мне пишете. Ну, хорошо. Давайте. Кто к вам сейчас придет? Кто к вам сейчас придет? Показывают на вас, что вы как снежная королева. Почему снежная королева? Как заморозили свое сердце, любовь свою заморозили. Как холодная вот вас. То ли вас люди воспринимают, что вы такая вот холодная, отстраненная, как снежная королева. Не знаю. Я не знаю, почему пришел образ снежной королевы. То ли вы зиму любите, чтобы больше прохладно было, снег. Также вот показывают, что вы ночь любите. Любите ночь. Полнолуние. Полная луна. На вас, в принципе, влияют, очень сильно влияют лунные циклы. Вы сильно поддаетесь этому. На настроение влияют лунные циклы на ваше настроение. То ли у вас, знаете, обостряется в зависимости, какая фаза луны. Особенно, когда полная луна показывают. Когда полная луна, у вас прямо интуиция обостряется. Вам не хочется спать, как бессонница. Хочется ночью что-то делать. Делать что-то хочется ночью. Да, вы как сова, сова. Что у вас энергия больше ночью появляется. Днем, так вот, знаете, не можете себя заставить что-либо делать. А когда вот ночь наступает, вы начинаете все отдирать, полы мыть. Не знаю, унитазы чистите, посуду мыть, готовить. Вот как-то вот вдохновение, прямо вдохновение к вам приходит. Энергия приходит по ночам. Как будто бы вот что-то тайное открывается ночью. Особенно вот в полнолуние. Вот когда тишина, все спят уже, да, все спят. В полнолуние. Вот у вас вот эта чуйка обостряется, интуиция обостряется. Какие-то мысли к вам приходят, умные. То ли как что-то вот, как ясновидение что-то у вас открывается. По поводу ситуации к вам может быть какие-то мысли приходить. Типа, о, я поняла. Или по поводу людей к вам могут приходить мысли. Вот именно в полнолуние. Как у вас обостряется интуиция и ясновидение. Вот так про вас рассказывают. Также это совет, в принципе, вот быть вот такой снежной королевой. Слишком не показывать свои эмоции и чувства. Вот так вот прям, прям вот любовь свою прибереги для себя, энергию своей для себя прибереги. Тебе это понадобится. Лес, лес, вот показывают. Лес вы любите. Любите именно лес. Вот так в лесу ходить, гулять. Ну, конечно, тут можно интерпретировать, в принципе, природа. Да, что вы любите природу. На природе гулять, ходить. Вот тоже вот быть сама собой. Вам на природе какие-то мысли умные приходят. Можно именно и так интерпретировать, в широком смысле, что вы любите природу. Но тут почему-то именно вот акцент, что лес вы любите. Не просто природа, а именно вот такой вот первозданный дремучий лес. Прям дремучий. Вот у вас что-то прям, как, я не знаю, вот какая-то связь с дремучим лесом. То ли у вас вот духи, ой, сейчас у меня аж прям мороз по коже. Как духи какие-то лесные. Вот вы чувствуете вот эту связь. Ощущаете присутствие лесных духов. Я не знаю, это бред какой-то. Но это не бред, это так. Вот именно в таком дремучем лесу вы ощущаете присутствие вот этих лесных духов. Да, вот такое что-то. Прям у вас что-то как открывается. Сила какая-то. Вы чувствуете это и может тоже у вас как мороз по коже идти. Вот эта вот энергетика такая через вас проходит. Вы вот ощущаете вот эту могущественность. Вы понимаете, что сколько вокруг сейчас в этом лесу разных духов находится, которых мы не видим. Но они вас видят. Вы просто вот ощущаете кожей их присутствие. Ой, ну это вообще что-то как сказочное такое что-то. Ну сказочное это конечно как... Я не знаю, такое ощущение. Но это вы только понимаете. Вот у кого такое есть, это вы понимаете о чем я говорю. Как бы словами это не передать. Что еще про вас говорят? Рука помощи, содружества. Тут вам кто-то руку помощи протянет. Протянет вам кто-то руку помощи. Какое-то сотрудничество, партнерство тут у вас намечается. Кто это тут готовит? Кто любит бисквиты, торты, сладкое, кто любит готовить? Венчиком. Вот венчиком что-то вы взбиваете. Крем, тесто. Десерты любите готовить? Или торты, или блинчики печете? Что-то вы часто показывают, вы часто взбиваете что-то венчиком именно. Вот смотрите карта какая. Или в принципе любите готовить? Еще что про вас показывают. Какой-то сейчас у вас выход из туннеля. Свет в конце туннеля. Вот вы сейчас идете, как вот в этом туннеле. Темнота, да, темнота. Как бы конца края нету. Не видите выхода. Но у вас там выход и будет впереди. Видите? Свет в конце туннеля. Идите вот на этот свет, говорят. Иди на этот свет. Не смотри, что по сторонам темно. Не смотри туда. Иди вот на этот свет. Тебя тут как выгонят, хотела сказать. Вытянут. Выведут тебя из этого туннеля. Просто вот не смотри по сторонам. То есть имеется в виду, что вот не бойся, не бойся. Не смотри вот в эту темноту. Иди на этот свет. Выведут тебя. Да, получите вот все плоды ваших трудов, ваших действий, что вы делали. Плоды получите. Вас достойно и щедро вас наградят. Просто вот что говорят, не бойся. Не бойся. Ты идешь по этому туннелю. Да, мы знаем, что тебе страшно. Тебе тяжело. Но вот не смотри по сторонам, чтобы не вселялся в тебя в этот страх. Не смотри в эту темноту. Да, вот не зацикливайся, что вот мне плохо. Иди на этот свет. Надейся. Да, мы тебя щедро вознаградим. Да, вот как из этого рога изобилия посыпется на вас. Плоды ваших действий, вашего упорства. Опа. Опа. Стоять. Не падайте. Не падайте духом. Стойте. Стоять. Фирму держите. Держите фирму, как говорится. Будьте сильным духом. Вот вам говорят. Что еще для вас? Послание. Класс. Вот идите, вот такая вот, как на этой карте девушка идет на изи, на расслабоне. Красивая, красиво одетая, в макияже. Легкой походкой идет навстречу лету. Чтоб они и не скажут, что у нее какие-либо проблемы есть. Вот так вот вам говорят. Ну и вообще здесь сзади шеи и сзади нее идет мужчина и чемоданы несет. Какая-то тут у вас поездка намечается. То ли недавно была у вас поездка или вот намечается. Ближайшее будущее будет. Если вы собираетесь или планируете, то эта поездка будет. Для кого-то это абсолютно неожиданная поездка случится. Очень удачно сложится. Так, еще давайте, что для вас скажут. Не плачь, не плачь, моя дорогая. Не плачь. Вот тут под дождем и девушка вот впечалится, плачет. Не плачь, моя дорогая, все будет хорошо. Трудности у каждого человека есть. У бедного, у богатого, у любого. У одинокой, у замужней. Трудности у всех есть. Но дело в том, как мы эти трудности воспринимаем. Кто-то ходит, вот убитый горем, каждому встречному, поперечному, жалуется. И он еще больше усугубляет свои проблемы. А другой человек не показывает, что с ним происходит. Да, он, скажем так, в одиночку проходит свои препятствия, не показывает этого. И главное, главное, как мы воспринимаем вот эти наши трудности. Как проклятие или просто как очередную какую-то задачку, которую нужно решить. Ну, типа, с кем не бывает, с кем не бывает. Хорошо, давайте, кто к вам придет из умерших. Мужчина. Папа умер. Дед. Дед может быть дядька или старший брат. Но этот мужчина старший. Больше, конечно, проиграется это папа или дед. То есть, больше такой вот как мужчина, который имеет власть в вашей жизни. Играл большую роль. Ну, больше это папа или дед. Умер. Как-то он вас при жизни то ли не ценил. Для кого-то проиграется, что не ценил вас. Несправедливо к вам относился. Сейчас он говорит, что и да, я к тебе несправедливо относился. Он поменял свое мнение сейчас к вам. Любит вас очень сильно, говорят. Что ты моя дотя, дотя моя. Ты моя дотя. Вот как будто бы вы в папу больше пошли. И то ли характер в папу или внешность, но вот как-то больше гены проигрались папины. Да он-то и при жизни был добрый. У кого-то проиграется, что при жизни был добрый. У кого-то проиграется так, что вот жизнь покидала, покидала его. И он свою вот эту доброту не показывал. Как ожесточился получается. Ожесточился. То есть, может быть, два варианта. У кого-то действительно папа или дед были добрые, вот такие прям добряки. Что вы больше от папы или от деда любовь получали, нежели там от мамы или от бабушки. что у вас вот по женскому роду женщины очень такие жестокие, жесткие, и вы от женщин в вашем роду вы мало любви получали. Вот так показывают. А вот больше по мужской линии вы любовь получали то ли от деда, то ли от папы. Добряки прям такие были. У кого-то проиграется, что папа или дед при жизни были, ну как вам казалось, ну не казалось, они таки вели себя злые были. Но это просто вот говорят, что они говорят, что вот меня как жизнь покидала, я не справился со своими проблемами. Ожесточился человек, как вот поломался, поломался. А так он в душе добрый, он добрый был, папа или ваш дед. Даже если он при жизни к вам плохо относился, то он в душе добрый был, ну у него тоже своя жизнь тяжелая была. Человек не справился, ожесточился, разуверился, потерял надежду, ожесточился одним словом и свою вот эту злость, какую-то неудовлетворенность сгонял на вас. Ну да, это слабость, конечно, это слабость, но тем не менее он сейчас это признает. Ваш папа умерший или дед, они признают, что да, я к тебе был жесток и несправедлив. Ну вот так у меня жизнь складывалась, как бы ты ни в чем не виновата, вот вам говорят, что ты ни в чем не виновата. Вот что я тебе там обижал, тебя при жизни, ты ни в чем не виновата. и говорит, что вот если вас мама или бабушка обижали, что тоже не бери это в голову, твоей вины тут нет, ты ни в чем не виновата. Они на тебя тоже просто вот свое зло, неудовлетворенность своей жизнью на тебя сгоняли, ты просто была как козел отпущения. Хорошо, это не твоя вина, просто вот у них тоже жизнь так тяжело складывалась, а как на кого обычно зло сгоняют, на детей, на детей, вот на самых близких зло свое изгоняют, а так твоей вины ни в чем нету. Говорит, что ты вообще достойна жить, чтобы у тебя все хорошо было, ты достойна, вот живи как тебе, не оглядывайся, не оглядывайся ни на кого, на родственников, вот вам говорят вот это послание для вас, не оглядывайся на родственников, забудь то, что мы тебе говорили, да, вот забудь всю жизнь чумырили, да, сейчас вот забудь. Не оглядывайся на родственников, если там кто-то, кто еще живой есть, или мама, или бабушка, кто еще живый, они вас обижают, и вот этот мужчина говорит не слушай то что тебе говорят не слушай тебя это не касается эти люди просто на тебя сгоняют свое зло они несчастны а это они несчастны они свое зло на тебя сгоняют но вина его в тебе вы никакой вины нету ничего такого в своей жизни не сделала не обращай не бри близко к сердцу да вот у меня смотрят много вот взрослые женщины у которых до сих пор вот плохие отношения с родителями да вы уже взрослые у вас уже свои дети внуки но ваша мама продолжает вас чему рите относится к вам год как 10-летней девочки да она вас всерьез не воспринимает то есть вот это послание от этих от этого мужчины для вас что не брить не принимаем все близко к сердцу тебя это не касается просто она сгоняет на тебя свое зло все и вот вообще как бы общайся постольку поскольку получается она с вами просто соперничает вот мама ваша или бабушка она вас про воспринимает как соперницу да вот тут канат перетягивают две женщины вашему